О том, что мы приедем в оздоровительно-развивающий центр, Рома Чернов знал. И потому надел сегодня свою чемпионскую футболку. Ее он получил за старание и победу над самим собой. Еще недавно малыш не мог ходить, а сейчас уверенно преодолевает небольшие расстояния. У тебя футболка вот такая классная, лучшему участнику ЛФК. Почему у тебя такая футболка? Откуда она? Подарили мне. За что? Расскажи. Потому что хорошо занимался. У детки, которые с ограниченными возможностями, им, конечно, физкультура нужна каждый день. Для того, чтобы пройти все уровни. В ДЦП у нас есть пять уровней. И чтобы начать ходить, хотя бы сидеть или еще что-то, нужно выходить из одного уровня в другой. Развивают творческий потенциал и мелкую моторику. В оздоровительном комплексе дети рисуют, лепят, красят. Занимаются всем, что относится к изобразительному и декоративно-прикладному искусству. А еще с помощью трехмерного конструктора создают объемные модели. Вот они пришли, а уходить обратно уже они не хотят. Они хотят еще что-то делать, еще что-то рисовать, еще что-то конструировать, вырезать и так далее. Но у некоторых вот ножницами они не работали. Сейчас ножницы они могут держать в руках и пробовать. То есть это у нас уже маленькие такие достижения. Арт-терапия, лечебная физкультура, занятия на тренажерах и сеансы у массажиста. Однако реабилитация детей-ангелов проходит не только на суше, но и в воде. Ну, таким деткам дается это очень, кстати, просто. Они очень любят нырять. Им это расслабляет все мышцы и просто укрепляет иммунитет. Услугами специалистов, работающих по четырем направлениям, дети-ангелы пользуются бесплатно. Для каждого участника общественной организации разработана индивидуальная программа и подобрана удобное для посещения время. Ребенку очень здесь нравится, интересно. Посещаем бассейн, ЛФК, арт-терапию. Замечательно, мне очень здесь нравится. Очень удобно, что все в одном помещении, в одном комплексе. Мы проходим сразу несколько процедур. Уникальная возможность проходить комплексную реабилитацию в одном месте появилась благодаря победе общественников в конкурсе президентских грантов. Поддержка от государства составила 3 миллиона рублей. И уже с конца прошлого года дети с ограниченными возможностями здоровья начали свой путь к выздоровлению. Вот сейчас каждый день на протяжении 6 дней в неделю с 8 утра до 7 вечера дети с инвалидностью приходят на занятия сюда. То есть все занятия мы распланировали. То есть нет такого, чтобы ребенок пришел с утра на одно занятие, а вечером на другое нет. Если приходят, значит получают целый комплекс. Прежде чем начать комплексные занятия, каждый ребенок прошел осмотр невролога и других специалистов. Все данные записаны в индивидуальных карточках. А в конце реализации проекта, а он запланирован на середину ноября этого года, медики вновь проведут исследования и сделают анализ прогресса. Однако, как говорят родители, спустя всего месяц он уже есть. Анастасия Исаева, Андрей Сигаев. Будни.